Субтитры делал DimaTorzok 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 Класс вообще не существовало DimaTorzok ДимаTorzok 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 И чем привлекаю я ее, да, что у меня есть свой какой-то стиль, стилистика, да, то есть умеет сейчас расписывать многими, да. Другое дело, что я именно создаю коллекцию, да, эксклюзивных пряник, которые ни у кого не будут у нее повторены. Похожие не будут, да. Похожие, да, и все рисунки, все макеты я разрабатываю сама. Ну, то есть у вас авторский стиль какой-то свой. То есть авторский у меня есть свой стиль, у меня есть своя, да, стилистика, такая с юмором в основном у меня, поэтому... Ей интересен, да, не столько человек, который просто может физически делать пряники, сколько именно, чтобы совпадало с ее, да, концепцией. Ну, то есть, получается, вы, не будучи художником, вы смогли создать свой стиль, который стал интересен. Да. Ну, вот хотелось бы... Создравляю, чтобы актеры обсуждали. Здорово, слушайте, интересно. Ну, я, насколько знаю, вы познакомились с Зинаидой достаточно уже давно. Вот расскажите немножко, как у вас произошло встречи, какое у вас взаимодействие в творческом плане происходило? Ну, в картину впервые я услышала, ходила в... Мои дети ходили в культуру Синдерса, это такой фольклорный... Мои дети ходили в фольклорный клуб Василиса, где занимались танцами, песнями. Там же я случайно узнала у девочки, которая ходила туда, что есть вот в Пушкине, как в Ахматовке, в Гимназии искусств в Ахматовке. Такой преподаватель, который занимается, обучает росписи по дереву. Да, вот на тот же момент. Мау же. Мне это было тоже интересно. Я, в принципе, человек увлекающийся очень много, люблю пробовать, экспериментировать, чтобы понять, мое, не мое, да, для этого надо попробовать. Я просто нагло, как всегда, позвонила тете Зине. Тете Зине. Отказать тете Зине. Тогда тете Зина еще. Сколько лет назад это было? А это было, наверное, ясно, было года три. Ясень, у тебя Ильик, или сколько? Ильки-кильки, сколько было? Маленький он совсем был. Совсем был. Готик, наверное, или полтора, совсем маленький. А он родился в 2010-м, значит, где-то 7-8 лет назад. О, лет 7-8 лет назад уже было. Вот. И она, Зина Зина, Зина Владимировна, пригласила меня, говорит, приходите ко мне, будем обучаться. И вот я начинала заниматься. Все азы осваивала. То есть вы росписью занимались, Зина Ильдовна? Да, занималась. А какую технику вы осваивались, Зина Ильдовна? Я хочу тоже какнюся. А мы в основном занимались сначала только самыми элементарными, значит, как сказать. Приемы какие-то, да? Приемами, да. То есть я не перешла там дальше, там, к желе, к хохламу я не освоила. То есть я застряла в основном на главных композициях для хохламы. А, хохламу мы начинали. Ну, понятно. Ну, хохлама, она дает все-таки навык, да? Да, да. Ну, вот расскажите немножко, можете подробно? Вот именно роспись у Зинаиды Владимировны еще где-то. Она дает вот навык, как художнику или не художнику какие-то? Она дает, во-первых, и твердую руку, да, набиваешь ты. А, как говорит Зинаид Владимировна, секреты прост. Тысяча, там, повторений элементов и золотой ключик у тебя в кармане. Я могу сказать так вообще про любое обучение. Ну, вы много работы вначале как бы учились вот этому? Ну, какое-то повторение приходилось вам делать? Да, да, естественно. То есть я могла расписать там 10 листов. Из них Зинаи Владимировна выделяла там такие там, вводила кружочком. Мне там два штришка и говорила, вот эти получились. А все остальное была попытка, да. Но я человек добивающийся очень такой, целеустремленный. Этим не сломаешь, да. Наоборот, у меня вырастал стимул, да, трудиться дальше. Раз уже получилось, неважно, хоть там два элемента. Но, значит, я уже тогда ориентировалась на то, что получилось. Это у меня был образцом. Ну, тут, конечно, как говорят себя, тупо тренировка. Спасибо. Как в самом деле, как в спортивном. Ну, да, спасибо, Наташа. Ну, давайте сейчас посмотрим ваши работы. Пока что я знавидела, что у вас в доме много росписи по стеклу, вашей вот авторской, и ваша посуда. И вообще ваш дом очень интересный. Если разрешите снять, показать наш дом. Ну, мы в самой большой главной комнате. Это у вас как бы такая гостиная или кухня, да? Это кухня, столовая, ну, кухня. Кухня, да? Ага. Ох, ты потолок у нас. Я уже знаю. Я видела эти плиточки откуда. Кто же нам так расписал? А потолок мы по моей просьбе разрабатывали мы с Динаидой Владимировной. И она потом мне его расписывала. Это было специально вот разработано. Мы с ней оговаривали. То есть вы как бы сами придумали вот этот сюжет, да? Да, мы придумали сюжет. Предложилась Динаида Владимировна. Мы это все обсуждали с ней, какие там плита подбирали. Потому что, в принципе, уже под потолок у комнаты, ну, как бы делось, да? То есть сначала был потолок, потом уже... Да, вот у нас все остальное. Потом все остальное, да. То есть первое, что она была... То есть самое главное, это то, что я на журнале увидела, что есть такие расписные, как бы, да, потолки, такими кессончиками, квадратиками. Я загорелась от этой идеи. Я поняла, что потолок, конечно, расписывать, это очень сложно стоять с кармашками. А вот, и поэтому я предложила вот идею взять, как-то, с МДС... Ну, фанеры, да, вот эти фанерные плиты. Да, фанерные плиты. Их порезать на квадратики. И вот расписывать каждую отдельную. И сложить из них вот такой узорный рисунок. Да, хорошо, да, понятно. Ну, здесь солнышко слепит нас немножко. Ну, замечательно очень списывается. Вот и окно здесь, и занавесочки. Даже образцы, кстати, мы брали, смотрели зеленые рисунки церкви. Московский Кремль. Московский Кремль, да, и там Василия Блаженова. А, да, вот такие мотивы оттуда брали, да? Ясно. Здорово. Ой, Наташа, расскажите еще немножко. Вот я вижу, у вас куклы здесь авторские. Вот ваше увлечение еще даже, да? Нет, куклы, это вот и не я делаю. Но у меня тоже, так как я, в общем, все это еще было в Пушкине, когда я ходила. У меня еще дома, собственно говоря, не было. Даже в проекте. Да. Да, то есть оно было только в мыслях моих, да? Говорят, мысли материальные. Как говорят, не будет есть мечта. Да. Поэтому я заранее начала, я это мастера на Алтайском, в Алтайском крае живет. У меня была задумка, значит, сделать таких вот примитивных кукол, которые бы отражали бы различные области деревенской как бы жизни, да, деятельности. Там масленица, засолка огурцов, там куличи, пряники, варенье, самовар. То есть это была идея ваша, да? Это была моя идея. Я предложила этому мастеру на тот момент, когда она была не сильно известна, на яморке мастеров, только появились какие-то ее первые работы. Я предложила ей эту идею, и она взялась из-за нее, в общем-то ей она очень понравилась. А потом так получилось, что оказалось, да, то есть когда начала моей детской работы, она выставляла, да, пример образцы. Оказалось, что это очень востребовано народом. И у нее стали подобные заказывать очень, как бы, в большом. Понятно, это ваша идея уже настолько оказалась популярной, что-то... Да, да, да. Давайте поближе вот вас покажу. Вот огурчик эти замечательные, вот оно из ткани сделанное, прямо пасхальные яйца. Это вопыльки сверху должны быть, которые в рыбацкой Матроновой здесь сидят. А, вот она, вот эта вопылька, да. А это пасхальные яйца кого? А это пасхальные, не пасхальные яйца. Они, вот, по-моему, я не помню, по-моему... Тут уже с пельмени, да. Вот у этой, по-моему, барышня, а самовар как раз вот той был. В общем, все, тут дети попеременяли. Ну, заодно тогда вот тарелочки вижу. А, тарелочки, ну, вот, да, это сначала я расписывала просто стекло, потом я пробовала вот на разных материалах, да. Это не совсем фарфор, ну, то есть это, как бы, такой, более дешевый фарфор. Ага, просто, как бы... И единственный раз я расписывала на костяном, настоящем фарфоре ломоносецкого. Да, вот я хотела показать эти чашечки. Вот эти вот тарелочки, это вот какие-то краски специальные, или что вот это такое? Это специальные краски, да, по стеклу, по стерамике. Вот, а вот эти-то тружечки, да, на... А эти уже специальные пигменты разводятся. Разводятся они на скипидарном, скипидарном, скипидарное масло и тонким пером. Вот это уже настоящая роспись с обжигом. И все это вот вручную, вручную, прямо каждую... Это полностью ручная работа, и снизим же нигде такую... Ясно. Полностью была моя задумка, моя любимая тема, это, я их называю, толстушки. А вот этот набор вы расписали просто для себя? Для себя, да. То есть у меня была идея для своей семьи. Такой, знаете, которую я буду передавать своим внукам. А, то есть вы создали такую вот... Уже как бы фамильную... Фамильную, да. То есть у меня была идея создать... Ну, так как я люблю этот толстушек, мне было срочно надо куда-то это... Идею воплотить. Сейчас мы приобрели... Вот, я приобрела белый просто костяной фарфор Ломоносовского завода. И вот уже его расписывала. Каждая тарелочки, они все каждому свои можно выбрать. Они все разные. А вот эту тему офис? А тему... Слушайте, я не знаю, что мне навеяло, но я даже уже не помню, откуда ко мне пришла эта идея, но она стала моей любимой. Вот, да. Наверное, вся идея о том, что женщина в любом возрасте, в любом, не знаю, там, комплекте красива. Да, да, это интересно. И почему-то мне кажется, что у пампуски они всегда какие-то... Какие-то милые, добрые. В то же время какие-то, вот, знаете, веселые, что-то в это есть. Ну, мы с юмором, я другие приедет. Да, просто одна художница, вот, знаю, что пишет. Ну, может, ни одна еще есть такие темы, но... Есть, есть такие. Есть такие темы. Ну, совсем она там витает в обдухе. Да, но они вот каждого свои. У вас она своя совершенно. Вот, роспись вообще. Каждый под свою типеральную парад. И вот эти все, вот, настолько мелкая вот эта все роспись. И они еще хрупкие, поэтому я... Для внуков и сделала, но мои семьи... Ну, короче, это будет просто, как стоять, как музей на выставке. Это будут передавать по наследству. Ясно. А вот и вот эти тарелочки тоже. А эти тарелки я уже расписала. Это, конечно, не такие. Да, это не костяной фарфор, это просто фарфор более... И вот, то есть, краски по фарфору, да? Нет, это не краски по стеклу. Это вот тоже пигменты вот эти специальные. Фарфор, как настоящий делают. А, даже так. То есть, они какой-то обжиг проходят? Они проходят два раза. Обжиг сначала только черный контур, а потом уже, когда наполняешь краской, проходит второй обжиг с краской. То есть, их можно мыть, стирать, как говорится, мыть под водомойком. Ну, понятно, то есть, настоящие поджигания. Да, настоящая фарфор, да. Настоящая жилочка. А обжиг вы где делали? А мастер, который я училась росписи по фарфору, Виктория Гринвенедыш, вот она мне обжигала. У нее печка, потому что есть муфельная, там 1500 градусов. А, ну, это в Санкт-Петербурге где-то мастерская. Она, да, в Петербурге живет, да. Ну, здесь есть росписью что-то есть. Это Зинаида Владимировна мне дарила. А, это работа Зинаида Владимировна мне дарила. Да, да. Она мне дарила в свое время. И все это, видите, нашло принятие. Ну, вот стекло, это уже, вот эти баночки, это уже ваши. Да, это ваша тема. Да, и кошка, посмотри, как кошка сидит. Да, вот этот у вас питомец, как ее зовут? Замечательно. Ее зовут Буся, Бусинка. Бусинка пришла нам тоже в кадр, чтобы попасть, тоже запечатлеть. Сейчас я вашу покажу работу на стекле. Замечательно, вот тоже горошек. Вот ваша тема. Дравы. Замечательно все. Очень на стекле смотрится просто великолепно. Особенно красиво, когда солнце. Да, это точно. Когда они как в витражинках рассвечивают, солнце попадает. Вот они и сейчас смотрятся. Светятся. Это первый раз я тарелку взяла. Здорово, молодец. Ой, а как она сделала? Это керамика. Это уже сама делала, мне дети откололи, видишь, это был вообще-то чайник. Чайник такой. Это чайник заварочный. Это тоже есть такой мастер, то есть я нашла случайно. А, тоже была в гостях. Там увидела работу этого мастера, Юлия Костенич. Спросила, а преподает ли она, обучается. Мне сказали, что вообще у нее можно поучиться. И я у нее училась. Недолго был, потому что беременна. И вот мы с ней лепили вот таких котов в семью. Причем сначала было задание, когда такое, давайте налепим просто котов в семью. И я когда налепила, Юля мне так и сказала, говорит, вот это ты себе программу максимума вылепила. Я уже сейчас... А, все семьи, это ваша семья? Она говорит, ты знаешь, что это музыка вылепит? А здесь семь. Семь? Я, да. То есть папа, мама. Да. И шесть. Четверо уже есть. И должны какие-то быть близнецы, но я, честно говоря, надеюсь, что все-таки она была не права. Ну, не знаю, не знаю. А вот роспись на стене, вот скажите, это кто делал? А роспись на стене, это моя... Я думаю, что я переехала, у меня просто уже не было времени абсолютно, но желание-то было. Так как в деревенский дом хочу что-нибудь такое ботаническое, люблю тему очень, то у меня есть моя подруга хорошая. Она кукольник вообще. Вот, она делает куклы в разные детские театры. Ну, и, соответственно, как бы рисует тоже хорошо. И вот они, гости, когда она ко мне приезжала, я попросила, она мне вот... И мебель тоже расписала у вас. У вас мебель очень интересная. А ты мебель вся была на заказ у вас сделана? Мебель, ну, да, то есть она подгонялась под... Ну, как ты, подверг, который делает... Ну, просто мебель, да, ну, конечно, они рассчитывали, да, подгоняйте. Ну, пойдем сейчас на второй этаж. Ага, вот это что-то такое, кто-то там спрятался. Это мы тут спрятались. Ух ты, это домик какой-то. Ничего себе, мама. Да, не кусалась. Вот, а это мы детям сделали такую библиотеку. Точнее, сначала у меня была мечта, это, наверное, моего детство, это иметь такой домик. И я думала, что это будет просто игровая детям под лестницей. Вроде как пространство пропадает. Хотела что-то, знаете, такое укромное, чтобы дети могли забраться, да, вот, свои какие-то там игры, игры, дела. А потом как-то пришла мысль о том, что там довольно, в принципе, у меня, ну, прохладненько все-таки. Вот, чтобы они там все время-то сидели. И была, родилась мысль о том, чтобы делать там детскую библиотечку. Ну, да. Повезти туда все детские книги, где они могут брать их, вот там есть, пройдите, сиденье вот такое. Ага, там даже здесь, ой, здесь еще есть. Дальше, ничего себе. Дети утащили, правда, здесь побежали. Ух ты, да целый, тут целый укромный уголочек. Корово. Вот, и они здесь могут сидеть и читать книжку. Ну, играть и читать, вроде как, и игровая, и книжная. Все миленькие. Вот это мы на втором этаже. Здесь сразу такой замечательный шкафчик. И вот уже весь он украшен росписью витражами. Наташенька, расскажите, пожалуйста, вот что ты там. А это вот как раз, когда я в Пушкине жила, вот-вот, это мои первые такие работы, когда я тренировалась, как я говорю, на всем, что только можно. Я вот делала детям такие шкафчики, это роспись по стеклу, только так, так сказать, первые годы моей работы. Первые, ну, очень даже замечательно. Уже видно ваш какой-то стиль. Уже ваш здесь прослеживается. Ну, это да, ну, так, конечно, сейчас я по-другому буду еще сделать. Как любой мастер, хочется все переделать. Посмотрим вашу детскую, у вас тут целый, этот городок детский. Вот недавно как раз детям сделали, для троих спальни получается. Такие домики тут у нас. Вот, это у них такие домики-кроватки. Вхожу в свой шкафчик. Ой, а че? Здесь у них все. Ой, а че? Вот тоже, когда жила в Пушкине, еще дома не было, решила, что у каждого будет такой свой светильничек. А можно выключить, а то он не видно рисунок. Давайте его погасим, посмотрим. Ага, вот так видно, да, отлично. Это ангелочки. Понятно, и с арбузиками, арбузные ангелочки. Да, это летние ангелочки. Ой, а вот это тоже вам подруга расписала, да? Это Мила, да. Мила зовут, да? Мы с ней тоже говорили. Но она профессиональный художник, да? Ну, она художник, просто у меня уже времени-то не было все это. А она могла быстро, пока я там делала, здесь уже не там. Ну, вы сами придумывали тему, как бы, Лиды? Да, тему, все это мы с ней оговаривали, придумали. Красота. Вот это у нас комната. Еще в одной комнате. Ребенок переехал отсюда старший. Так что еще кровать осталась. Еще нет ресторана. А, здесь у вас старшая девочка, да, живет? Да, старшая. Она как раз, кстати, художница. С детства мечтает. Видите, она просто рисует. Моя, ее увлекла своим. А что рисует? Не знаю, нет. Это она такой велась еще никакой. Это без моего ученика. А, это ваша комнатка маленькая, да. Моя комната такая. Правда, уже сейчас она купирована. Как мастерская, да, должна была быть? Да. Которая должна была быть в моей мастерской, но пока у мамы дети не подросли. Мама редко тут сидит. Вот эти котики, это тоже керамика, да? Да, да. С обжигом. Мы все лепили вот сами. Но вы дома это делали? Или где-то везде ходили? Я была дома, но я отвозила на обжиг. Это что же обжигается? И рисовали вот это все роспись же тоже ваша, да, все? Да. Круто. Да, это просто чудесно. Роспись моя окошко. Давайте вот. И вот еще чудесная комнатка у нас. Давайте посмотрим. Вот здесь вот, видите, он в полном смысле функционирует. Сейчас мы посмотрим. Вот тут сначала кровать, а потом с таким чудесным, как называется, балдахин из дороги. Покрывал. Покрывал. Нет, а вот это вот деревянное называется как? А, вот это, я не знаю, как назвать. Крыша. Крыша. Крыша дома. Короче, это такое интересное. А это вы придумали сами вот эту кровать? Слушайте, это идея, в принципе, норвежские. Ну да, да, да. Я тогда увидела в интернете и загорела с таким желанием. Ну понятно. Но конструкция вот эта вот ваша, да? Если мне что-то приспичит, то мне сложно это не дать. О, здесь тоже ангелочек, да? Да, то есть я рисовала ангелочек. О, какой чудный персонаж. Голубь. Птица Сирин. Птица Сирин, да. Это счастье. А, вот это птица Сирин, да. Сирин, она не совсем счастье. Сирина, она довольно-таки зловещая. А, ну это у меня, как бы, выбери меня. А, птица, ну да, это синяя птица. Это просто синяя птица у вас. Это замечательная. Наташа, вот, ну теперь мы перешли к самому интересному вашему творчеству. Это про пряник. Да, сейчас я живу с пряниками, потому что просто это единственный формат, который здесь Месси я могу пока позволить. Ну так, по ночам, конечно, я могу и другое сыпью. Вот. И вот это у меня, например, вот сейчас весенняя тема, любимая тема всех, это котики. Вот они в разных вариантах. Самые разные. Разных цветов. На любой вкус и цвет это называется. Так. Вот. Это вот вы все, это сколько вот такую коробку целую расписали по времени? Это много времени снимает? Ну даже, наверное, я же не говорю про выпечку, а именно по росписи. В принципе, ну, два дня. Два дня, да. Потому что один день заливаешь вот просто глазурью, обводишь и заливаешь. Это одна консистенция глазури. А второй день ты уже расписываешь. Это более густая консистенция глазури. То есть там два вида глазури. Вот это с масленицами остались, солнышки. Солнышки замечательные. Вот разные цветочные синие. Это вы все вот делаете в Москву, да, получается? Нет. Вот это я делала просто на масленицу в Полоске мы продавали. Весь на ярмарке была, да? Да, что-то осталось. Вот здесь много сделала. И вот, на секрет, а дорого такой пряник продается? Это сколько? А, ну вот такой стоил 20 рублей стоил. Вот. Есть, конечно, пряники там и за 170, и за 50, и за 250. То есть ты ждешь, пока застынет. Потом одним расписал, золотишком покрыл. Ну, то есть... А вот там у вас какая коллекция? Вот вам ящички посмотрите. А, это вот собачки. А, это уже новогодние. Это был новогодний тоже семью. Да, это вот был у собаки, и мы его тоже на масленицу повторили. А еще вот зайчиков покажете нам еще? А зайчики, это новая у меня коллекция. Пасхи, да, наверное? Пасхи я делала, только образцы делала. Вот. Так, не надо меня тянуть. Вот они, вот такие вот пасхальные. Это коллекция зайчиков. Вот они там, самые разные. О, какие забавные. Разных цветов у вас. Разных цветов они там, вот они такие вот. Ну, пока вам это нравится, да, деятельность? Мне нравится, а главное, что она приносит мне заработку. И сколько, вы говорите, вы тогда расписали? Четыре тысячи, да? В этом году мне надо было на Новый год расписать четыре тысячи пряников. Да, то есть заняло у меня четыре месяца, вот даже с половиной. Ну, потому что я одна. Ну, конечно, то есть время это... Мне помогала только одна девушка, но в основном они заливают. То есть, самой росписью они не занимаются, потому что это надо набить руку. Вот здесь крестик. Крестик тоже. Спасибо огромное, Наталья, за такую интересную экскурсию, рассказ про твое творчество и твой дом. Замечательно нам показала. Сразу просто восторг, потому что здесь все для детей. Здесь с детям наверняка очень уютно. Ну, конечно. Да, и такое для них... Ну, не то, что он просторный. Ну, я стараюсь, я стараюсь, конечно, наверное, свои детские мечты воплощать. А, ты воплощаешь свои детские... Да, то есть мы все, да, обычно взрослые мечтают о том, что нам детстве там хотелось, не додалось. Ну, твои мечты, они очень какие-то необычные, такие, знаешь, вот не просто. Здесь такой уют, здесь такое вот тепло в этом доме. Спасибо. То, что и красиво, и действительно, и все такое мило, вот детское, правда, как будто сказочный домик попал. Ну, характер просто, я, как мне все говорят, наверное, не выросла, да, из детства. То есть во мне, то есть я выросла, но во мне вот эта вот вера в чудеса, что добро побеждает зло, да, то есть я такой человек-идеалист. То есть он называется неисправимый, оптимист-идеалист. Ну, да, вот эти персонажи, все замечательные, вот эти окружающие, они живые. Это тема такая связанная с детством, она, наверное, самая такая, что... Мне кажется, она детства, она вся суть наша заложена была в детстве в человеке. Ну, да, это видно. В этом доме, действительно, это как сказочный домик, просто как музей-дом, я не знаю, как назвать. Пряничный домик, да. Пряничный дом, точно. У меня обычно говорят, друзья, пряничный домик, пряничный домик. Но здесь живет добрая фея, так что это сразу видно. Да, будем, да, творить. Спасибо. Ну, может быть, как всегда, по традиции, мы просим нашим мастерит пожелать нашим участникам нашей школы, тем, кто только начинает творить, какие-то свои пожелания нам путствием тоже. То, что вы уже опытный у нас мастер. Скажите нам что-то. Вы, наверное, прежде всего хотела пожелать, чтобы люди, а вот мастера, да, будущие, не боялись мечтать, не боялись пробовать, самое главное, да, никогда не боялись, что если что-то не получается, да, что надо это прикрыть. То есть, если хочется этим заниматься, то обязательно надо заниматься, да, нет преград никаких, все наши мысли, они материальные, начинают, как сказать, труд, терпение, труд, все перетрут, и главное, конечно, желание. То есть, если ты чем-то хочешь заниматься, то никогда не говори себе, что у меня это не получится. Это мое самое главное, кстати, указание моим детям обычное, я говорю, никогда не говори никогда. Не говори, что это не получится. Ну да, вот тебе там отговорки. У меня там нет времени, у меня нет сил. Вы знаете, как сначала появляются мысли, а потом появляются вокруг люди. Вот, да, теоретически я очень с многими людьми по логике не могла бы познакомиться. Пока я этим не интересовалась, эти люди в моем окружении не появлялись никогда. У меня не было знакомых художников, у меня не было знакомых каких-то мастериц. Вообще, они не попадали в сферу моих деятельностей, дружбы. И только когда я начала заниматься, когда я начала об этом активно думать, когда все у меня мысли крутились вокруг этого, то стали появляться и люди рядом со мной, которые этим занимаются. Ну да, действительно, мысль, она рождает окружение, рождает именно вокруг себя этот мир, который его создает. То ли ты начинаешь замечать этих людей, то ли эти люди сами притягиваются. Ну и самое главное, у меня тоже, конечно, очень много не получалось, но я такой еще человек, который добивается. То есть у меня стоит цель самой себе, прежде всего доказать, что я... То есть неудачи тебе не огорчали? Меня огорчает, но это, говорю, и с детства как-то было. Ну, в смысле, они тебя только подстегивают, так понимаю, да? Они меня даже скорее подстегивают, да. То есть я понимаю, во-первых, я понимаю, что можно этому научиться, да? То есть я, может быть, там не станешь великим Леонидомичным. И для этого, вот не надо для этого, чтобы ты был освободен от семьи, чтобы у тебя там не будет не забыть? Ну, семья, конечно, накладывает определенные отпечатки, в основном, ну, как бы, да, свои какие-то временные в основном. На этом мы прощаемся с Натальей, с ее уютным домом и благодарим за то, что она предоставила нам такую возможность прикоснуться к ее во многом сбывшейся мечте. Наташа такой человек, который умеет воплощать свои желания. И, может быть, и вы что-то подчеркнете полезное для себя из ее творчества, из ее рассказа. А мы ждем вас на наших уроках, на наших курсах. И до новых встреч, дорогие друзья! С вами была Анна Ланчкова «Русская роспись».